Привет, граждане! В своем обзоре на Lexus LS я получил достаточно много комментариев, опровергающих мое предположение о том, что меня не смотрят люди, которые покупают машины за 5-10 миллионов. В комментариях люди пишут, что смотрят. Это хорошо, это хорошо. Хорошо укомплектованные бумажники никогда не прочь выложить пару тысяч на благие дела. Вот вам кнопка доната. Давайте, обеспеченные люди, поможем Санюшку купить себе новую курточку и букварь. Чего сидим? Этот тест-драйв платный. Нажимаем на кнопку и переходим на сайт оплаты. Есть те, кто нажал? Я ж только недавно разводил вас с этими кнопками. Шучу, конечно, шучу. Знакомьтесь, граждане, это новый CLS. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мерседес Субтитры сделал DimaTorzok Это машина, которая сама собой доказывает, что экстерьер и интерьер создают две разные команды дизайнеров. Забегая вперед, скажу, что внутри этой машины потрясающе красиво и комфортно. Но снаружи это Кузов C257 Предыдущий C218 люди звали Бананом На этот раз команда дизайнеров решила задать агрессивный ритм И нарисовала акулу Когда эту историю про акулу услышал Мне в голову сразу пришла картина детского утренника Ну наверняка знаете, что в детских садах Детей часто просят запрячь родителей нарисовать вместе что-нибудь Чтобы побороться за пакет карамелек И вот на утреннике красивая молодая воспитательница гордо произносит А Машенька с папой нам нарисовали слоника И Мария Федотовна с каменным лицом демонстрирует свой шедевр На нем переболевшая рахитом мышь Употребляющая минимум пару бутылок трех топоров в день С хоботом от пылесоса тайфун топчет поле Из почерневших цветов под палящим фиолетовым солнцем Уважаемая публика Мерсидес Это ведь женское имя, как у нас, Маша Мерсидес с папой Бенсом нарисовали для нас акулу Прошу любить и жаловать Кстати говоря, многим радужным людям нравится этот дизайн Я колхозник Не оценил Безрамочные дверки А вот дизайнеры интерьеров Мерседес Наоборот, молодцы Доводчики дверей есть Они используют лучшее Для того, чтобы создать идеальное Передняя панель из седана Е-класса Вот эти сопла дефлекторов из купе и кабриали Это Е-класса А руль из нового С-класса Вот почему ЦЛС, а не ЦЛЕ Руль же Руль очень классный Очень люблю рули Мерседесов Приятные, толстые В руках лежат Очень спортивно Глобально в этом интерьере можно придраться только к посадке Но это из-за того, что машина низкая Кстати, можно настроить пневму, чтобы она поднимала машину автоматически при парковке Чтобы было удобнее вылезать и залезать Передовые кресла Мерседес С активной боковой поддержкой, подогревом, вентиляцией и массажем Активная боковая поддержка – это очень круто Кресла поддерживают вас при поворотах и раскачивании кузова Сидеть в этих стульчиках очень удобно Я удивляюсь только одному факту Почему до сих пор в них нет переламывающейся спинки У топовых кресел BMW есть, и это прикольная фишка Материалы отделки в интерьере роскошные Кожа, алюминий, древесина – все отличного качества Все очень приятно и на вид, и на ощупь В общем, это шикарный интерьер Особенно хочу отметить умение Мерседес создавать климатические установки Которые создают в машине климат, а не теплый или холодный ветер Плюс тут есть системы ионизации и ароматизации воздуха Есть система очистки и фильтрации В общем, климат в этой машине – топчик А еще этот крутой интерьер ночью превращается в футуристическую игрушку для гиков Море вариантов расцветки, атмосферной подсветки Весь свет мягкий, включается и выключается плавно Даже подсветка дефлекторов меняется в зависимости от того, теплым воздухом они дуют или холодным Дизайнеры Мерседес сделали все для того, чтобы внутри машины вам было комфортно Независимо от погоды и времени суток Два огромных экрана создают полностью цифровую среду управления системами автомобиля Такая компоновка приборной панели и экрана головного устройства появилась в Е-классе Все очень красиво и функционально Я наконец понял, почему Мерседес расположили экран именно горизонтально, а не как Тесла и Вольво вертикально Дело в том, что Мерседес по-прежнему придерживается идиома управления головным устройством при помощи пульта управления Тыкать в экран по-прежнему нельзя И чтобы у вас не возникало желания тыкать в экран из-за того, что он похож на ваш мобильник или планшет Сделали экран в форме телек Вы же не тыкаете пальцем в телек Телеком вы управляете с пульта Здесь то же самое Тут в качестве пульта используется система управления при помощи колесика и тач-панель Во-первых, уважуха Мерседесу за то, что верны своим принципам И дополнительная уважуха за то, что сделали удобный интерфейс и способ управления системой Для меня это далеко не первый Мерседес, так что поверьте на слово К управлению быстро привыкаешь По насыщению функциями тут есть абсолютно все и даже больше Что вам нужно? Apple CarPlay, беспроводной зарядник, камера кругового обзора с качеством изображения HD Отличная акустическая система Burmister Все есть Нет только системы ночного видения Но это прерогатива S-класса Залезать очень неудобно Вылезать еще неудобнее Задний диван в CLS Очень сильно уступает переднему ряду посадочных мест Но это вам не S-класс Высокие люди в крышу упрутся головой Я с моим ростом вроде помещаюсь Есть углубление для посадки В общем-то сидеть комфортно Но извечная проблема низких Мерседесов Ноги девать некуда Если кресло переднее опущено То подсунуть ноги под кресло практически нереально Высоченный центральный тоннель Углы наклона подушки и спинки никак не регулируются Но сидеть в общем-то нормально Есть у нас тут два дефлектора По одному на каждого пассажира И есть однозонная климатическая установка Климат однозонный Но ручка управления температурой две Слева и справа Зачем? Мне непонятно Подогрева заднего дивана нет Есть прикуриватель и USB Один USB Так сложно было поставить в такой машине Два USB Пассажира ведь два Нет Один Центральный подлокотник с отсеком Для мелочи И подстаканниками в ассортименте Руки неровно лежат Рука посередине лежит выше В общем, ну что вам сказать Не с класс Ну подразумевается, что Владелец этой машины На заднем диване будет возить Телок А телки должны хотеть не комфорта А владельца машины В багажном отделении, говорят Сделали проем побольше Не знаю, правда, кому это нужно И кого это интересует Вот здесь, кстати, камера прячется Крышка снабжена сервоприводом Открывается и закрывается Достаточно быстро Давайте сразу покажу Никаких проблем Все здорово Все огонь Хорошее багажное отделение В общем-то Два больших чемодана сюда поместятся А большего от этой машины не требуется Сабвуфер Хорошие, в общем-то, материалы Пластик, естественно Вот здесь Такой дубовый Бюджетный Подпол В нем Это чисто Небольшая, неглубокая ниша Для хранения барахла Запаски у машины нет Владельцу такой машины При проколе Предполагается Рассчитывать на шины Run and Flat И круглосуточную техпомощь В общем, хороший багажник Вот крючочки Есть знаменитые Мерседеса для пакетиков Чтобы повесить Очень все круто Петли убраны Здорово Есть окошко Для провозки длинномеров Его можно освободить Из Внутри автомобиля Вот здесь Нажимается кнопочка И Можно провести Лыжа А вот чтобы сложить Спинку заднего дивана И я удивлен, что она складывается Нужно потянуть Вот здесь Два рычага А потом Бегать вокруг машины И складывать спинку Зачем они сделали так Чтобы Складывалась спинка Лично я не понимаю Потому что все-таки Это ЦЛС Лучше бы сделали Сервоприводы Регулировки угла наклона Спинки А окошко Для провозки длинномеров Было бы вполне достаточно Но тем не менее Есть и Хорошо Если что Повезете Европолет С нагруженным На него Небольшими баночками Тушенки Вдруг Вдруг оно вам надо Мало ли Так, где у нас Красная ручка На тест мы взяли ЦЛС 450 Под легким капотом Этого автомобиля Новый Ультрасовременный Высокотехнологичный Хитрый мотор Это Шестицилиндровый Бензиновый рядник С турбонаддувом И дополнительным Электромотором То есть По факту Этот автомобиль Можно считать Гибридным Небольшой электромотор Мощностью 16 кВт Это что-то Около 20 лошадок ЦЛС Используют Для нивелирования Эффекта турбоямы И для легкого качения Когда система Старт-стоп Глушит мотор Но это позволяет Раньше глушить двигатель При остановке И быстрее стартовать При заглушенном двигателе В общем Система сложная И совать сюда руки Лучше не надо Пусть это делают В авторизованном сервисе Мерседес Хочу отметить Отсека вот сюда И вот сюда И вот сюда Постоянно набивается Листва Причем какое-то Гигантское количество Ее здесь Вот просто Дофигища Особенно осенью Неужели нельзя было Сделать как-то Крышку капота Таким образом Чтобы сюда Ну хотя бы Не попадало Такое количество Листвы Этот гибридный Мотор Состыкован С 9-ти ступенчатой Современной Автоматической Коробкой передач Привод у машины Полный Первое Что я отметил После пробной Поездки Новый мотор Мерседес Очень даже Недурно звучит В спортивном режиме Кроме звука Движка снаружи Вы начинаете Слушать звук Мотора Из динамиков Акустической системы Но в отличие от Лексус ЛС В ЦЛС Этот звук Не кажется Синтетическим Электромотор Действительно Отлично Выполняет свою роль Уничтожитель Эффекта Турбоямы Никаких задержек Между нажатием На педаль И подхватом В любом режиме На любых оборотах И это заслуга Не только Шестицилиндрового Рядника Электромотора Это результат Слаженной работы Гибридной силовой Установки И современной Коробки передач Короче говоря Придраться Не к чему Едем проверять Паспортные данные Разгон 4.8 Вот это похоже На правду 4.8 В паспорте Столько же Немецкая точность Но не надо думать Что паспорт Дает исчерпывающую Информацию О расходе топлива В паспортах Всегда врут У меня не получилось Сжигать меньше 8 литров По трассе А по пробкам Расход получается Порядка 12.5 Электромотор Тут маловато Чтобы машина Показывала Расход гибрида Несмотря на то Что мерседес Не стали ставить Электронно управляемых Стабилизаторов И подруливающих Задних колес Добиться Отличной управляемости Им все таки удалось Да В отличии от новых Ауди Эту машину Нельзя назвать Прилипающей К дороге Но оно Ей и не надо Очень многим Водителям Нравится склонность Шасси К срыву В занос В этом Есть свой кайф Мерседес Даже электроника Стабилизации Настроена так Чтобы машина Вначале Слегка Сорвало С траектории А потом Она жестко Вернулась На курс Это такой способ Пощекотать себе Нервы И надо сказать Такая склонность К рывкам Поворотов Действительно Дает адреналин И ощущение Спортивной машины Руль Плотный Дугой В меру Информатив Мне Повадки ЦЛС Очень даже Понравились Несмотря на то Что машина Не похожа На идеально Развесованный Спортивный Болин Тормоза Тормоза Отличные Они тут Просто огромные На задней оси Стоят диски И суппор Больше чем у Большинства штатных Машин на передней оси Ну о чем мы будем Говорить Машина Отличный Тормозик У меня на тесте ЦЛС на 20 дюймовых Разношироких Колесах АМГ С низкопрофильной Резинкой Это я вам рассказал Чтобы вы понимали Что на таких колесах Почти любой автомобиль Подергивается На неровности У ЦЛС Подвеска В общем Комфортная В нашем случае Она пневматическая С регулировкой Жесткости И просвета Но ходы Подвески Небольшие И назвать ЦЛС Очень комфортно Я не смогу Смогу назвать Его просто комфортно В режиме комфорт Он плавно идет По обычным дорогам Плотно Но немного Нервно Отрабатывает Искусственные неровности И вполне Хорошо движется По трассе От него Большего и не требуется На плохих дорогах Кузов Естественно Сильно раскачивает Ну в этом Нет ничего удивительного Машина Не для колхозников Вроде меня Акустический комфорт Самого автомобиля Премиальный Но я опять Вынужден отметить Низкопрофильные Достаточно жесткие Покрышки Мишлена За которых Шум в автомобиле Капитально Зависит от покрытия Хороший асфальт В машине Очень тихо Плохой асфальт В машине Очень шумно Свет головной оптики Высший сорт Мерседес является Одним из лидирующих Производителей Потрясающих Светодиодных Сверхумных фар Новый С-класс И Е-класс Показали миру Что оптика Умеет выхватывать Из мрака Все что нужно Видеть Не мешая Другим водителям Все новые Автомобили От Мерседес Держат Эту высокую Планку Оснащение Современными Опциями У ЦЛС Очень богато Каждая опция Стоит немалых денег Конечно Но они все Очень качественно Реализованы На примере Этой машины Я совершенно точно Осознал Что рулевой ассистент И адаптивный Круиз-контроль В ГЛС Который я тестировал Были прошлого поколения Новые системы Помощи Пилотирования Мерседес На высоте Эта машина Аккуратнее Точнее Расчетливее И умнее Половины Современных водителей Что еще тут есть Да все есть Система мониторинга Слепых зон Система распознавания Дорожных знаков Причем Следующего поколения Она распознает Даже пешеходные зоны Проекционный дисплей Качественный Яркий Красивый Система автоматического Торможения И предотвращения Столкновений Система контроля Усталости Водителя Блин Я устану Все это перечислять Давайте короче Тут нет Только полноценного Автопилота И системы Ночного видения Если не верите Разверните Описание И проследуйте По ссылке К полному списку Опций Комплектаций И цен Цены Что с ценами Я сразу оговорюсь Лично я Не считаю Стоимость этой машины Какой-то заоблачной Да Стоящая рядом со мной Тачка стоит Как квартира В Московской области Но за эти деньги Вам предлагают Купить не просто Стальной кузов На четырех колесах Вам предлагают Купить Современный Высокотехнологичный Инженерно продвинутый Очень качественный Автомобиль Который обладает Всеми возможными Электронными наворотами И кроме того Эта тачка Еще и быстрая Мне не хотелось Бы вам что-то доказывать Тем более Я знаю О чем говорю Но Почву для размышлений Я вам подкину Я каждую неделю Обкатываю По две разные машины Всего этих машин У меня на тестах Перебывало Порядка Двух сотен Своя машина У меня Небюджетная Каждый вечер Пятницы Мы с женой Спорим Кто поедет Забирать сына Из спортивной секции Занятия у него там Заканчиваются Достаточно поздно Так вот Когда у меня на тесте Был рейндж ровер СВ автобиографи За сыном Поехала жена А в эту пятницу Я сам вызвался Поехать Забрать ребенка Знаете почему? По факту У этой машины Есть всего Два недостатка Один из которых Субъективный Это странная внешность Второй недостаток Дорожный просвет Девяносто три миллиметра При спущенной Пневмоподвеске При нашей зиме Даже в Москве Вот этими дизайнерскими Юбочками На каждой парковке Вы будете сгребать Сугробы Как трактор В общем По стилю и характеру Эта машина Совершенно европейская Она для хороших дорог И мягкого климата Рассуждать о конкурентах На мой взгляд Не имеет Никакого смысла Это мерседес Но если хотите Давайте поговорим О конкурентах В комментариях Под этим видео Пишите Что думаете Можно взять За эти деньги А я вам буду отвечать Что почему И как В финале Я вам скажу Всего одну вещь Если вас Не смущает Внешний вид Вот этой Акула-бананы Если Вы живете В регионе С мягким климатом И хорошими дорогами И если У вас есть Деньги На эту машину Мне непонятно Только одно Какого черта Вы до сих пор Сидите И смотрите Это видео Идите И купите себе Этот автомобиль Он вас порадует Поверьте мне Ставьте пальцы вверх Если видео понравилось Подписывайтесь На этот канал Я всех протестирую Ариюдерчи Субтитры сделал DimaTorzok